Всем привет! Сегодня в выпуске у нас задача про игрушечную пушку, про понятие импульса, законов изменения и сохранения импульса. Такие горизонтальные рельсы, на которых укреплена пушка, она стреляет, снаряд полетел, а еще пушка из-за отдачи поехала. И нужно как-то разобраться с физикой происходящего процесса. Задача очень насыщенная физикой, интересная, так что давайте будем настраиваться, впитывать и погружаться. Мы начинаем. Задача называется пушка, вот ее условия. Итак, игрушечная пушка может скользить без трения по рельсам, укрепленным на горизонтальном полу. Ну то есть вот, собственно, горизонтальный пол, там рельсы, и вдоль этих рельс вот эта вот пушка может двигаться. Но очень важно, что без трения. Ствол пушки наклонен под углом β равное 45 градусов к горизонту. Как раз на картинке здесь это показано. Ствол пушки под углом β наклонен 45 градусов. Масса пушки без снаряда. Масса пушки без снаряда. В три раза больше массы снаряда. Ну если масса пушки без снаряда это М большое, а масса снаряда М маленькая. Ну М большое это 3М маленькое по условию. М большое масса пустой пушки. Испокоившейся пушке произведен выстрел. В результате пушка, не отрывающаяся от рельсов, получила скорость У равная 10 метров в секунду. Ну отдача происходит, поэтому пушка поедет после выстрела со скоростью У как раз 10 метров в секунду. Ну а здесь вылетает, соответственно, снаряд и как-то будет двигаться. Во время выстрела ствол пушки не поворачивается. Высоту пушки не учитывают. Ну то есть, по всей видимости, эту пушку можно будет считать просто материальной точкой. Сопротивлению воздуха пренебречь. О, а это значит, у нас только силу тяжести будет на снаряд действовать и снаряд будет по параболе лететь. Ускорение у него будет равно же ускорению свободного падения. Направление всех движений параллельной плоскости рисунка. Ну я полагаю, все вот в вертикальной плоскости происходить будет. В задаче аж целых 4 вопроса. Вопрос первый. С какой начальной скоростью В нулевой снаряд вылетел из пушки относительно Земли? Ответ в метрах в секунду округлив до целых. Ну вообще говоря, могли бы не писать, что относительно Земли, потому что по дефолту, если не указывается относительно чего, там дана или спрашивается скорость, то всегда относительно Земли по дефолту. Итак, с какой скоростью В нулевое снаряд вылетел из пушки относительно Земли? Первый вопрос. Второй вопрос. Звучит он весьма занятно. Под каким углом альфа была направлена скорость для земного наблюдателя? Вот это В нулевое. А в ответе указать значение косинуса альфа округлив до десятых. Под каким углом альфа была направлена вот эта вот скорость В нулевое для земного наблюдателя? Ну тут, конечно, невольно возникает вопрос, а разве альфа не равен углу бета? Видите, под углом бета ствол пушки, значит под этим углом скорость В нулевая должна быть ориентирована. Оказывается, нет. Ну было бы странно, если по ответам на этот вопрос был альфа равно бета. Не правда ли? Зачем тогда спрашивать это? Тут как раз все дело в том, что пушка отдача приобретает пушка скорость, из-за чего относительно земли у вас скорость В нулевую будет не вдоль ствола ориентирована. Не под углом бета горизонта, а как раз под углом альфа. Большим или меньшим нам предстоит разобраться. Из-за того, что пушка начинает движение, скорость В нуль будет не вдоль ствола. В этом суть. Третий вопрос давайте прочитаем. Через какое время Т после выстрела снаряд упал на пол? Ну это видимо вот время полета надо будет найти нашего снаряда. Ответ в секундах округлив до десятых. И наконец четвертый вопрос. Определите расстояние или большое между пушкой и снарядом спустя время Т после выстрела? Ответ выразить в метрах округлив до целых. Вот идея в том, что пушка тоже двигается. То есть снаряд летит, еще пушка двигается. Так что Л это не дальность полета снаряда. Это еще надо учесть то, что у нас по горизонтали пушка сдвинется. В общем много нюансов. Задача прям очень насыщенная физикой. Давайте будем разбираться. Первое, с чего конечно стоит начать. Стоит рассмотреть сам выстрел. Вот это вот небольшой промежуток времени, что происходит выстрел. Понятное дело, что он происходит быстро, но не мгновенно. То есть он будет занимать какое-то время, как в любом случае. Ну что ж, давайте рассмотрим вот этот маленький промежуток времени, что происходит с ударения. А для этого всегда рассматривают систему взаимодействующих тел. Здесь это пустая пушка и снаряд. Так что давайте рассмотрим систему пушка плюс снаряд. В течение времени взаимодействия, считая его очень маленьким. Давайте прямо это будем записывать. Первым пунктом здесь в решении, как раз мы об этом с вами скажем, пункт 1. Рассмотрим систему пустая пушка плюс снаряд. Рассмотрим систему. Систему можно писать в кавычках здесь. Пушка плюс снаряд. Но рассматривать мы ее будем в течение малого времени их взаимодействия. Рассмотрим систему пушка плюс снаряд. Пока они взаимодействуют друг с другом. Пока происходит их взаимодействие. Будем считать, что оно занимает очень маленькое время. Дельта Т стремится к нулю. Дельта Т стремится к нулю. Ну и попробуем теперь визуализировать сам этот процесс. И, наверное, покрупнее нарисуем пушку вместе с снарядом. Надо сделать рисунок крупнее явно. Потом, когда уже будем непосредственно реализовывать те физические законы, которые объясним, там уже будем масштаб точечный брать, маленький. А здесь сейчас надо как-то все укрупнить. Так, ну что ж, давайте мы нарисуем с вами нашу горизонтальную поверхность. И попробуем изобразить эту пушку. Тут, наверное, имеет смысл начинать сразу с этого ствола. Сразу постараться его как-то покрупнее изобразить. То есть вот она, значит, наша пушка. Мы ее изобразили. Вот. Ну и, соответственно, здесь у нас наш вот снаряд. Он пока вот вылетает. Видите, какого-то такого кружочка можно, наверное, нарисовать. Да, вот он, снаряд. Масса пустой пушки у нас при этом пусть будет М-большое, а масса снаряда пусть будет М-маленькая. Возможно, стоит сразу это отметить. М-большое, М-маленькое. Хорошо. Что здесь с точки зрения силового взаимодействия происходит? Ну что ж, давайте силы, действующие на снаряд, будем изображать синим цветом. На снаряд у нас действовать будет со стороны земли силы тяжести. М-маленькая же, безусловно. Но также со стороны пушки будет действовать некая сила. Ну вот здесь мы еще не знаем про направление этой силы, про ее величину. Ну, ее называют ударной. Там идея в том, что происходит взрыв. Вот. И этот взрыв как раз, можно сказать, расталкивает пушку вместе с снарядом. И вот эти вот силы их взаимодействия, непосредственно внутренние силы, с которыми взаимодействует пушка и снаряд, их еще называют контактными или ударными силами. Они обладают очень интересной особенностью. Они увеличиваются, пока происходит взаимодействие. И оказываются много большими, чем внешние силы тяжести, действующие на пушку и снаряд в отдельности. Мы понятия не имеем, куда будет направлена непосредственно вот эта ударная сила со стороны пушки. Можем лишь только предполагать. Так что берем абсолютно произвольное направление. Ну, допустим, направление это будет какое-нибудь вот такое. Допустим. Может быть, это не так. Я думаю, здесь это не особенно имеет значение. Назовем эту силу F1-2 вектор. Куда ее направлять? Не имеет особого значения. Это сила со стороны пушки. Произвольное направление абсолютно взял. И вот она много больше сил тяжести должна быть. Так, теперь давайте красным цветом нарисуем те силы, которые будут действовать непосредственно на пушку. В отдельности. Конечно, на пушку в отдельности будет действовать ее собственная сила тяжести. М большой же вектор. Но также со стороны снаряда, по третьему закону Ньютона, на пушку будет действовать точно такая же сила, как на снаряд F1-2. Вот только она будет в другую сторону ориентирована. А по модулю она будет ей равна. Так что здесь надо как-то аккуратненько нарисовать силу, что действовать будет на пушку со стороны снаряда. Вот эта сила, я ее красненьким рисую. Давайте ее уже будем обозначать F2-1 вектор. Она абсолютно такая же по модулю, как непосредственно сила F1-2, только в другую сторону ориентирована. То есть вот это вот параллельные вектора, просто они разные стороны. Фактически это как раз и будут. Да, сила действия F1-2 на снаряд от пушки и сила противодействия F2-1 на пушку от снаряда. Вот они равны по модулю, но в разные стороны. Получается вот эта сила F2-1 эту пушку вминает в рельсы. А сила F1, она большая по сравнению с силой тяжести. Это как раз контактные ударные силы. Ударные силы, вот они. Они, в общем-то, много больше внешних сил тяжести. Это особенность таких взаимодействий. Тут как со столкновениями двух шариков. Там тоже возникают эти ударные силы, много больше сил тяжести. Тут абсолютно то же самое. То есть эта ситуация фактически как столкновение, как удар. Ну так вот, эта сила F2-1 вминает в пушку горизонтальной рельсы. И учитывая, что пушка явно никуда по вертикали не двигается, это резкое силовое действие вниз. Тут проекция же есть вниз, да? Большой тоже должна быть, по идее. Должно что-то погасить. Ну, у нас гладкая вот здесь поверхность. Трения нет. Но нормальная составляющая силы реакции опоры, конечно же, есть. От стола на пушку будет действовать нормальная составляющая силы реакции опоры. И вот здесь, если ее обозначать инвектор, надо четко понимать, что она также будет большой. Почему? Еще раз, наша пушка, вот эта, по вертикали не двигается. У нее нет по вертикали ускорения. Если второй закон Ньютона для вот этой пушки по вертикали записать, то как раз таки вот эта сила N должна быть равняться по модулю Mg плюс проекция вот этой большой силы F2-1 вот сюда вот. Ну и поскольку F2-1 большая сила, то значит, что N должна быть большой силой. Потому что действие большой силы F2-1 по вертикали должно что-то по вертикали погасить. Но это как раз N и будет. Больше некому. Потому что силы тяжести она конечная, немного меньше, чем вот эта вот F2-1. То есть N также будет увеличиваться резко, пока происходит взаимодействие, дабы погасить действие вот этой F2-1, что вжимает пушку в рельсы. Пушка же под рельсы не должна провалиться. Нет. Поэтому так и будет. Ну, возможно, стоит подлиннее сделать эти вот. Прямо показать, что они большие. Сделать их подлиннее. Возможно, я их сделал не очень большими. Давайте их сделаем больше. Дабы покажем, что это действительно очень большие силы. По сравнению с силами тяжести. Так, F2-1 вектор здесь мы это подкорректировали. Далее надо продлить и той же длины, что синяя стрелка сделать. Вот это у нас с вами, соответственно, F2-1 вектор. И со стороны стола на пушку будет действовать N вектор. Тоже должна быть большой. Ну, кажется, это все сил у других нет. Ну, N, естественно, у нас перпендикулярна горизонтальной поверхности. Это надо понимать. Потому что трения тут об эту горизонтальную поверхность никакого нет. У нас без трения пушка может двигаться. Это было сказано, на самом деле, здесь еще в самом начале. Так. То есть, в плане взаимодействия, что получается, если брать эту систему? На нее действует маленькая внешняя сила тяжести 1, вторая большая внешняя сила N. То есть, три внешних силы. Раз, два, три. И есть внутренние силы F1-2 вектор и F2-1 вектор, с которыми происходит взаимодействие пушки с снарядом. Ну, естественно, здесь, наверное, можно сразу же здесь это отметить. Настолько это важный факт все-таки, да? Что по третьему закону Ньютона, по третьему ЗН закону Ньютона, F1-2 вектор, это есть минус F2-1 вектор. То есть, сумма внутренних сил будет давать нулевой вектор. Ну и по модулю, значит, эти силы будут равны друг другу. И модуль этот можно вообще, наверное, одной буквой обозначать F. Это модуль силы либо F2-1, либо F1-2. Не имеет значения. По модулю эти силы равны. Кажется, это тоже важный факт, который следует выделить. Ну и давайте теперь продолжать историю с взаимодействием как-то описывать, которое здесь происходит, да? Все это в поле тяжести. Пока происходит взаимодействие. Надо понимать, что у нас вначале ни у пушки, ни у снаряда импульса нет. А потом они появляются, и они абсолютно конечные. Вот. Ну и если у каждого из тел системы, будь то пушка или снаряд, происходит изменение импульса, и оно конечное, то осуществляться это могло за очень маленькое время. Только если действовали большие силы. И этими силами, конечно же, являются вот эти контактные силы взаимодействия. Они же ударные силы. F1-2 вектор и F2-1 вектор. Куда они оказываются много большими конечных сил тяжести. M маленькая же, M большое же. Это просто особенность как вот с ударами таких взаимодействий. Ну и поскольку пушка не может вот это провалиться под землю, N также будет возрастать, дабы погасить действие большой силы F2-1. Которая будет вжимать эту пушку в рельсы. То есть M сопоставимо с силами вот этими внутренними. F2-1 и F1-2. Ну что же мы здесь можем тогда записать физически. Что у каждого из тел системы импульс изменяется на конечную величину за счет действия больших внутренних сил F1-2 и F2-1 и большой внешней силы N. Давайте так и отметим. Импульс каждого из тел системы изменяется на конечную величину в течение этого очень маленького времени за счет больших внутренних сил F1-2 вектор и F2-1 вектор и большой внешней силы N вектор. По сравнению с этими большими силами конечной силой тяжести маленькая же M большой же пренебрежимо малый. По сравнению с этими большими силами конечной силой тяжести ну вот сейчас сразу же здесь их отметим M большой же вектор и M маленькая же вектор пренебрежимо малый. Конечно возможно здесь можно было даже это не отмечать это не пригодится в решении но с точки зрения физики с точки зрения понимания вообще говоря было бы неплохо это отметить это важно тут как с ударом абсолютно все то же самое. Ну что же, чтобы понять что происходит здесь надо понять каким физическим законом мы сможем это описывать. Первое что хочется здесь отметить это закон изменения импульса который работает во всех коммерциальных системах отчета мы решаем в СУЗемли как раз задачу. Давайте попробуем для нашей системы записать закон изменения импульса. По закону изменения импульса по закону изменения импульса естественно для нашей системы мы говорим именно о ней для системы изменение импульса системы дельта П системы вектор за вот это малое время дельта Т это уже равнодействующие всех внешних сил действующих внутренние тут вот эти F1,2 и F2,1 погода не делают это равнодействующие именно всех внешних сил это сила N вектор M большое G вектор и соответственно M маленькое G вектор на дельта Т так давайте напишем N вектор плюс M большое G вектор плюс M малое G вектор равнодействующих всех внешних сил на дельта Т ну так вот если действием силу тяжести можно пренебречь то N она большая ей пренебречь нельзя поэтому за малое время дельта Т изменение импульса системы не равно нулю импульс системы меняется он не сохраняется это важно отметить импульс системы меняется естественно речь про вектор импульса импульс системы по системе вектор это векторная сумма импульсов и пушки и снаряда он меняется и говорить здесь что импульс сохраняется импульс это величина векторная будет абсолютно некорректно что же делать а здесь работает следующая вещь дело в том что любой закон векторный в частности закон изменения импульса можно спроецировать на ту или иную координатную ось и вот обратите внимание что все вот эти силы здесь N, M, G, M, G они вертикальны выходит если мы возьмем координатную ось какую-нибудь ну допустим X и спроецируем закон изменения импульса именно на эту координатную ось что же мы тогда получим X двоеточие изменение импульса системы в проекции на ось X это есть как раз равнодействующая всех внешних сил в проекции на вот эту ось X на дельта T но поскольку все эти силы являются вертикальными то в проекции на эту ось X они будут давать 0 в результате получается 0 умножить на дельта T что будет 0 и это фантастика выходит за все время соударения пока у нас значит вот вот это все происходит мы вправе утверждать что проекция импульса системы на ось X сохраняется то есть закон сохраняем импульса верен только в проекции на горизонтальную ось а в целом импульс системы векторных будет меняться ну там действительно по вертикали там не было а потом появится по вертикали поменялся значит в целом меняется то есть давайте так и отметим да какой вывод можем здесь сделать тут кстати букву S пропустил и так импульс системы даже не импульса а проекция импульса системы лучше так проекция импульса системы на ось X координатную сохраняется сохраняется и это как раз будет ключ к решению то есть фактически верен ZSI но по горизонтали мы вправе говорить что и в качестве вывода мы с вами это отметим что верен закон сохранения импульса для системы но не векторно нет а именно а именно в проекции на горизонтальную ось в проекции на ось X и вот это здесь самое главное ну двоеточие можно так и подписать P система X это константа ну это прям волшебство прям огонь вот это и задаст физику как как решать вот вот он ключ в этом тексте в этих словах вот в этом физика этой задачи так а с энергиями можно ли здесь было что-то сказать ну можно было написать закон изменения механической энергии который тоже всегда работает в ИСО работа непотенциальных сил действующих на систему наших тел всех причем непотенциальных и внутренних и внешних это разность механической ну изменения изменения механической энергии системы ну силы тяжести у нас потенциальные а вот все остальное непотенциальные то есть работа непотенциальных сил это работа силы N плюс работа силы F2.1 плюс работа силы F1.2 вот они три непотенциальных силы работу их нужно написать и вот это будет как раз то что то что нужно ну то есть если работа этой силы там AN работа этой силы А2 а работа этой силы А1 то работа непотенциальных сил выглядела бы здесь каким образом Можно было, в принципе, даже здесь отметить. Работа силы N плюс работа силы F1-2 плюс... Так, тут лучше, наверное, так. Работа силы N плюс работа силы F1-2 плюс работа силы F2-1. Это разность механических энергий системы. Дельта Е системы. Ну, изменения. Работа силы N, конечно, будет равняться нулю. Потому что N будет перпендикулярна той скорости, с которой эта пушка будет двигаться. Вот это принципиальный момент. Но работа вот этой силы F1-2 вектор, она нулю равняться не будет. Ну и работа вот этой силы F2-1 вектор, пока происходит взаимодействие, она нулю равняться не будет. Потому что там движение вдоль сил плюс-минус там в пределах, так сказать, острого угла происходит. Я склонен считать, что работа здесь положительной будет, работа здесь положительной будет. И вполне естественно, что сумма работ непотенциальных сил, вот этих двух внутренних, она больше нуля. Ну и в конечном счете у вас получится, что A1 плюс A2 это изменение механической энергии системы. И если у нас сумма этих работ больше нуля, то значит и энергия системы будет увеличиваться, и система будет расти. Но в принципе оно, наверное, и понятно. У вас сначала все покоилось, а потом поехало. Механическая энергия системы выросла. Ну а A1 плюс A2 это не найдешь, так что использовать данный закон мы не можем. Но однозначно можем говорить о том, что механическая энергия системы увеличивается, она не сохраняется. Так что, видимо, здесь только вот через импульс вот это вот все надо будет использовать и применять, а по-другому никак. Очень важно, что все эти законы у нас работают в ИСО. Здесь это только система отчета вот этого вот горизонтальной поверхности, где рельсы. Эту систему отчета мы считаем ИСО. В системе отчета пушки задачу не сделаешь. Она явно пока происходит взаимодействие имеет ускорение. Ведь есть вот такая горизонтальная сила, не горизонтальная, наклонная сила. У нее есть горизонтальная проекция, я имел в виду F2.1. Поэтому у пушки будет вот так ускорение, пока происходит взаимодействие. Это уже после него ускорение пропадет и, по всей видимости, уже не будет F2.1. И пушку будет тогда уже по горизонтали двигаться равномерно прямолинейно со скоростью U. Но пока происходит взаимодействие. Хоть и малое время, но все же. У вас есть F2.1. Поэтому у вас будет горизонтальное ускорение у этой пушки, что в течение этого времени ΔT делает эту пушку не инерциальная система отчета. Ведь у нее есть ускорение. То есть в ней не получится в системе отчета пушки. Только в системе отчета Земли. Если мы говорим об описании минуса ударения в течение очень маленького времени ΔT. Мы с вами говорим именно об этом. Так вот вы не видели. Давайте еще раз подчеркну. Мы изучаем сейчас систему. Именно пока взаимодействие происходит, а оно малое время занимает. Так, ну что ж. С этим разобрались. То есть мы уже можем начинать описывать физику задачи. И вот теперь самое интересное на самом деле будет здесь со скоростями. Вот. Со скоростями почему? Можно это на нашем рисунке отметить. Ну вот пока происходит взаимодействие. Смотрите. Вдоль ствола снаряд, если двигается, то он так двигается ведь именно только относительно пушки. Ведь ствол является ее частью. То есть вот такое вот движение вдоль ствола пушки. Это движение относительно пушки Ведь ствол является составной частью пушки Это надо понимать То есть скорость снаряда вдоль ствола Это та скорость, которую снаряд имеет относительно пушки Ее можно назвать относительной скоростью V-относительный вектор Но наша пушка приобретает скорость Это важно здесь осознавать Скорость пушки, причем из-за F2.1 Явно будет горизонтально влево приобретаться Как раз за счет того самого ускорения, которое здесь есть В течение этого малого времени дельта Т Скорость будет сюда приобретаться в конечном счете Вот такая она будет Скорость этой пушки Ну не знаю, можно обозначить V-пушки вектор Да, то есть вот она Скорость пушки, V-пушки вектор Влево она ориентирована Ок Тогда как у нас снаряд наш, вот этот, будет, масса M, двигаться относительно земли? Ну смотрите Если снаряд относительно пушки имеет вот такую скорость V-относительный вектор Но сама пушка двигается вот так со скоростью V-пушки То относительно земного наблюдателя Скорость снаряда, она будет складываться Из той скорости, что снаряд имеет относительно пушки Плюс скорости самого пушки По закону сложения скоростей Надо будет эту скорость пушки здесь просто вот так прибавить И вот у нас в итоге будет как Скорость относительно земли То есть, если это визуализировать Прибавлять к V-относительной скорости пушки Вот прям ее так и изобразить То сумма скорости снаряда относительно пушки Плюс скорость самой пушки Да? Даст нам скорость снаряда относительно земли Вот она! Скорость снаряда относительно земли Вот она как будет V-вектор И обратите внимание Угол, под которым эта скорость снаряда Относительно земли Ориентирована к горизонту Больше, чем угол бета Бета это вот этот угол Под которым относительная скорость ориентирована А скорость относительно земного наблюдателя Вот она скорость V Получается Она у нас под большим углом Ну вот как раз при вылете Если смотреть Да, вот там вот этот угол альфа и будет А вот это будет V-0 А сейчас пока просто пока еще не вылет Мы вот до этого места не добрались Ну то есть как бы Надеюсь я это проиллюстрировал Можно в принципе так же здесь отметить Что по закону сложения скоростей из СССР Та скорость, что у нас снаряд имеет относительно земли Она складывается и той скоростью, что снаряд имеет относительно пушки Плюс скорость самой пушки И это здесь принципиальный момент Ну вот здесь можно отдельно отметить Где V Это скорость снаряда В системе отчета земли Да, то есть относительно земного наблюдателя Вот, ну а V относительная Пусть это все все-таки у нас с вами будет здесь написано Это скорость снаряда Это скорость снаряда Относительно пушки Да, здесь нужно четко это понимать Поэтому мы с вами это и пишем Ну и V пушки, скорость пушки Это произвольный момент времени В пушки, Vp это скорость пушки И вот давайте в этот произвольный момент времени Мы с вами все-таки это отметим Кажется, это тоже здесь очень важный факт И все это понимают Ну что же, мы с вами дошли теперь до самого интересного Вот, теперь мы с вами должны Реализовывать всю нашу вот эту вот теорию Которую мы с вами получили в этом пункте 1 Вот, то есть я думаю, надо будет ставить пункт 2 И уже непосредственно рисовать ситуацию начальную Где все было неподвижно И ситуацию, когда происходит выстро Вот, но весь вот этот текст Который мы с вами сейчас записали Он является неотъемлемой частью Понимания физического процесса здесь Его как раз, он самый главный Его нельзя пустить Просто написать формулу, получился ответ Это не то Здесь нужно именно погрузиться максимально Поэтому мы с вами это все делаем Теперь пункт 2 Давайте визуализировать наш процесс И покажем прям картинку непосредственно перед выстрелом И картинку сразу после выстрела Вот здесь как раз в снаряде, как мы видим Вот он уже вылетает Он уже вышел из ствола И вот как раз таки сам этот процесс Занимал очень-очень-очень маленькое время Дельта-Т Вот мы как раз систему в течение этого маленького времени Дельта-Т и изучали Дельта-Т очень мало Но вот здесь в начале все было неподвижно Никакого импульса не было Но вот тут сразу после выстрела он появился И вот давайте разбираться В чем суть Посмотрите, во-первых, пушка Вследствие отдачи Вот этой силы Стоит сразу написать на самом деле Итак, у равняется 10 метров в секунду Вот угол бета у нас 45 градусов Сразу давайте это все будем указывать И по-моему нам было известно еще соотношение масс Если не ошибаюсь Тоже в условии задачи Было сказано о том, что Масса пушки без снаряда М-большое пусть будет в три раза больше Масса снаряда М-маленькая Ну, наверное, это тоже стоит здесь как-то все-таки отметить Вот Если масса пушки без снаряда Это М-большое А масса снаряда М-маленькая Мы вправе говорить о том, что М-большое Это 3М-маленькая Ну, пусть это сразу же здесь будет сказано Ну, и что же здесь со скоростями? Смотрите Возможно, стоит выбрать какой-то такой другой цвет Здесь, чтобы именно показать Но идея в том, что Та скорость, с которой у нас Снаряд двигается относительно пушки Относительной скорости Именно она направлена вдоль Непосредственно ствола Можно ее сразу же здесь выделить И прям показать Что именно эта скорость Как и ствол пушки Будет ориентирована Под углом Давайте, наверное, двумя чертами его отмечать будем Бета 45 градусов Это очень важно Что относительно ствола Мы вдоль ствола То есть Вдоль ствола Когда снаряд двигается Это он относительно ствола То есть относительно пушки В этом идее Но из-за того, что у вас еще сама пушка двигается И имеет скорость У Получается Относительно земли Снаряд будет двигаться уже Со скоростью другой Как раз В нулевой вектор И она уже будет Под углом альфа горизонту Ориентирована Как же ее получить? Тут закон сложения скоростей В чистом виде Но надо к той скорости Что у нас Снаряд имеет Относительно скорости Снаряд имеет Относительно пушки Нужно прибавить скорость самой пушки То есть У Прибавляем скорость У Вот она Прибавляя скорость У Тогда мы уже получаем Скорость В нулевое Которая будет иметь Снаряд относительно Земного наблюдателя Вот она скорость В нулевое Вот она И именно она будет ориентирована уже под углом альфа Возможно, здесь вот эту массу я, конечно, опрометчиво поставил Вот там я ее написал, надо было ее тут писать, массу снаряда Так, наверное, было бы намного лучше Давайте мы здесь, наверное, прямо оранжевым цветом так покажем И все-таки выделим, покажем, что угол альфа Это тот угол, который именно V0 с горизонтом составляет Вот V0 и альфа, это как раз те величины, которые нам нужно здесь будет определять по-любому Это первые два вопроса В качестве альфа, ну, косинус альфа будет указать Так вот, как мы выше с вами это осознали и поняли У нас работает закон сохранения импульса высокой земли Закон сохранения импульса высокой земли Но только в проекции на ОСХ ОСХ это горизонтально ориентированная ось Давайте этим воспользуемся высокой земли Понимая, что именно в системе отчета земного наблюдателя у нас с вами пушка имеет скорость У А снаряд относительно земного наблюдателя, он имеет скорость именно вот это V0 Речь именно о них Ну, давайте записывать Запишем с вами закон сохранения импульса для системы в проекции на ОСХ Ну, смотрите, вначале вот здесь все покоилось и импульса никакого не было А что в конце? Да, ОСХ, как мы задаем ОСХ у нас задана пусть будет вправо Ну, а после вот этого взаимодействия, после выстрела У нас импульс снаряда массы М маленькая Это МВ нулевое, так? Относительно ИСО земли Вот надо его спроекцировать на ОСХ Ну, я предлагаю так и написать проекцию МВ нулевое, непосредственно нашего снаряда Да, проекция импульса нашего снаряда на вот горизонтальную ОСХ Так, а какая проекция будет у импульса пушки М большой У? Вот он импульс пушки М большой У на ОСХ Мы видим, что в разные стороны, значит, минус М большой У То есть, в итоге у нас будет получаться вот такая история И это мы с вами и должны здесь будем написать Давайте так и сделаем Вначале ничего не было, все покоилось Потом импульс снаряда в проекции на ОСХ МВ нулевое, вот Ну, а импульс пушки в проекции на ОСХ это минус М большой У Ну, на самом деле, отсюда уже что-то получается А именно то, что М маленькая в нулевое, это М большой У И вот если подставить сюда соотношение масс, уже что-то будет То есть, если подставить, что М большое, это 3М маленькая Тогда мы получим, что В0Х это 3У Там М маленькая сократится По-моему, очень даже ничего Прям класс Мы проекцию выразили Как раз-таки начальной скорости, с которой вылетел наш снаряд Вот В нулевое На горизонтальную ОСХ Не, ну, конечно, можно было ее еще отдельно написать Чему она будет равняться, эта проекция Вроде бы это понятно, но все же, да Вот, когда проецируем, умножаем на косинус угла с осью В0 косинус альфа Это как раз будет проекция вот этой нашей скорости В нулевое на ОСХ Можно, конечно, ее сразу было вот так написать Так, ну что же делать дальше теперь с этим? А дальше идет закон сложения скоростей По закону сложения скоростей Та скорость В0, что имеет снаряд относительно Земли Она складывается с той скоростью, что снаряд имеет относительно пушки И скорость самой пушки И вот это вот векторное соотношение его тоже можно проецировать Я думаю, что помимо горизонтальной вот этой вправо ориентированной оси Х Нам нужно будет еще ввести какую-нибудь ось Ну, например, ось У Есть ощущение, что она тоже будет нужна Так что вертикально вверх Еще давайте зададим ось У Ну и давайте проецировать закон сложения скоростей на оси Начнем с оси Х Х двоеточие В0Х Это есть В относительное в проекции на ось Х Плюс У в проекции на ось Х Ну и давайте попробуем это расписать Так, проекция вот этой относительной скорости В относительный вектор На ось Х С осью Х у нас с вами угол бета Когда проецируем, всегда умножаем на косинус угла с осью То есть В относительное косинус бета будет получаться И можно совершенно смело это здесь писать Так, ну, наконец Чему будет равняться УХ То есть проекция скорости У Вот этой вот, с которой пушка поедет На ось Х Обратите внимание, они в разные стороны Значит, минус У Минус У Можно здесь написать Уже неплохо На самом деле, из этого соотношения уже что-то будет получаться Ну, например, можно выразить В относительное косинус бета Как мне кажется Это будет В0Х Плюс У И если все это дело продолжать дальше В относительное косинус бета Будет равняться 3У плюс У То есть 4У О, мы еще вот это соотношение Сможем, наверное, как-то использовать Так, ну это не все Теперь давайте на ось У Попробуем спроецировать Наш вот этот закон сложения скоростей Который здесь был Итак, проекция начальной скорости на ось У Это проекция Относительной скорости на ось У Ну, начальной скорости Я вот тут когда говорил Я имел ввиду относительную землю Да, там И плюс проекция У На ось У Все на У проецируем Как это будет в итоге выражаться Ну, смотрите Надо спроецировать вектор В относительное Который у нас здесь находится На вертикальную вверх Ориентированную ось У Вот здесь Здесь важен как бы угол между ними Ну, вроде понятно, что это угол 90 градусов минус бета То есть в проекции То есть в проекции это будет В относительное Косинус 90 минус бета Стало быть В относительное синус бета Давайте так здесь это и напишем В относительное синус бета Так, теперь проекция Скорости У на ось У А У У нас вектор Перпендикулярен На оси У Поэтому проекция У на ось У Равняется нулю Там как бы плюс ноль И этот плюс ноль Можно просто не писать Все Ну, В нуль У Было бы неплохо понять Чему равняется Проекция начальной скорости На ось У На самом деле Это В нуль синус альфа Пишется это просто По аналогии с тем Что было здесь выше Все то же самое Вот Ну, поясним Проекция скорости В нулевой Вот здесь На вертикально вверх Ориентированную Ось У Ну, какой угол между ними Если его задавать Кажется 90 градусов Минус альфа Поэтому в проекции Это В нуль косинус 90 Минус альфа Или В нуль синус альфа Ну, в принципе Здесь это и было написано Так, ну Можно тогда Вот это все как-то Объединить Понимая вот этих Вот два факта Которые здесь были указаны Что мы тогда Отсюда будем получать А то, что В относительное Синус бета В относительное Синус бета Это В нуль игрек То есть В нуль синус альфа В нуль синус альфа Это уже какой-то способ Подобраться к В нулевой На самом деле Что не может не радовать Так Ну, вот физически Кажется Кроме ЗСИ Закона сложения скоростей Здесь больше ничего нету То есть Это должно Что-то под собой иметь Это что-то должно Здесь давать Как мы будем действовать дальше Ну, на самом деле Я думаю, что нужно Уходить от угла бета Найти Сначала попробовать В относительное Потом Это В относительное Можно будет подставить В одно из этих двух соотношений И тогда там найдется Угол бета Ну, можно пытаться Можно пробовать Смотреть, что будет получаться Как один из сценариев То есть Что мы хотим Мы хотим В принципе Выразить В относительное Мы хотим выразить Бету Мы хотим выразить В ноль И кажется Это должно получиться Ну, попробуем Посмотреть пока На вот этих два соотношения И просто поработать с ними Здесь можно вспомнить Основное Триконтрическое тождество Вот Попробовать Только Даст ли оно нам Что-нибудь здесь Давайте подумаем Даст ли оно нам Что-нибудь здесь А вот я не уверен Что оно что-то нам даст Да Вряд ли оно что-то нам даст Тогда можно вот как поступить Давайте попробуем Факт того, что В ноль икс Это триу Записать вот То, что В ноль косинус альфа Это как раз триу Потому что это В ноль икс и есть Так Почему нет Мне кажется Можно так сделать То есть В ноль икс Это в ноль косинус альфа Еще это триу То, что было из эсэй Можно же одну строчку Это написать Да В ноль икс Косинус альфа Равняется триу Ну написали Огонь Так Теперь 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 Давайте подумаем Что мы можем здесь Сделать еще Если непосредственно Работать вот с этими Двумя соотношениями Работать с этими Двумя соотношениями Что-то должно Все-таки здесь Получиться Хочется все-таки Сбавляться От вот этого В относительного А значит Что мы давайте сделаем Давайте мы вот этих Два соотношения Друг на друга поделим Чтобы В относительное Просто ушло Давайте разделим Вот это соотношение Ну вот это соотношение Что это значит Отношение левых частей Что даст тангенс бета Это отношение правых частей Уже что-то будет Да То есть Если отношение Это писать В относительное В относительное Синус бета Делить на В относительное Косинус бета Отношение Двух уравнений Берем Это есть В нулевое Синус альфа И все это разделить На 4у Но здесь мы видим Что в относительное Уходит И в левой части Тангенс бета Находится То есть Получается отсюда Что в нулевое Синус альфа Равняется 4у Тангенс бета И вот мне кажется Надо брать Все-таки численные Значения Сразу начинать Использовать Мы говорили с вами О том Что у нас Бета задан Вон видите Бетет 45 градусов А тангенс 45 градусов У нас равняется Как мы знаем Единиц То есть Так как Бетет 45 градусов То тангенс бета Это 1 И это позволит То что вот здесь Выше мы писали Переписать У нас получится В нулевое Синус альфа Равняется 4у И на самом деле Получилось Учитывая Что мы бета Уже учли Два очень интересных Соотношения Фактически В нуль у И в нуль х Уже на основании Этих двух В нуль у И в нуль х То есть В нуль синус альфа И в нуль косинус альфа Уже что-то Что-то хорошее Получится Однозначно Вот То есть Что теперь можно Сделать Если мы хотим Найти в нулевое Ну смотрите Можно вспомнить Основное Тринетическое тождество То что Синус квадрат альфа Плюс косинус квадрат альфа Равняется единиц Ну вот Синус альфа Мы выразим отсюда Как 4у делить на В нуль А косинус альфа Отсюда Как 3у делить на В нуль Что в итоге У нас будет получаться Там где синус Пишем 4у делить на В нулевое Все это в квадрате Там где косинус Пишем 3у делить на В нулевое И все это В квадрате Ну вот Отсюда Будем стараться Все получить Получается Отсюда В нулевое А Забыл сказать Равно единице Да Равно единице Здесь Равно единице Откуда будет следовать Что В нулевое В квадрате Это 4у квадрат Плюс 3у квадрат Ну это Пифагорова тройка 3, 4, 5 Фактически Здесь будет получаться Можно даже Наверное Сразу было написать Там 16 Плюс 9 То есть 25у квадрат И отсюда Мы находим В нулевое В нулевое Равняется 5у По-моему Огонь Мы нашли Эту скорость Которая Относительно Земного Наблюдателя Вылетает Снаряд Класс У нас Равнялась Чуть выше Поднимем Здесь Писали мы 10 метров В секунду Вот То есть Там на 10 Можно сейчас Будет Домножить Это соотношение И получится Тогда 50 метров В секунду Вот та Скорость С которой У нас Вылет Произошел Это Правильный Ответ На первый Вопрос Задач Так Ну а что же Делать с углом С углом Тоже интересно Альфа Тут надо Любую из формул Взять Но мы возьмем Ту в которой Косинус Потому что Именно косинус И просили выразить Так что Давайте Прямо Отсюда Будем выражать Косинус Альфа Это 3у Делить На В нулевое Вот В нулевое У нас Равняется 5у У Сокращается Получается 3 пятых Ну то есть Получилось Очень даже Неплохо 3 пятых Или 0,6 Десятых Там Это будет Уже Ответ На Второй Вопрос Задачи Именно Под Таким Углом Вылетит И да Это Угол Будет Больше Чем Бета Вот Ну что ж Мы Рассмотрели Сударение Мы Ответили На Первых Два Вопроса Это Ответ На Первый Вопрос Это Ответ На Второй Вопрос И Теперь Уже Можно Начинать Обсуждать А что Будет После А после Уже Идея В чем Взаимодействие Произошло Вот эти Вот силы F1 2 Вектор Ударные Силы И F2 1 Вектор Все Они пропали Больше Их нет Теперь Снаряд И Пушка Живут Своей Собственной Жизнью Ну и Дальше В процессе Движения На Непосредственно Снаряд Будет действовать Только одна Сила тяжести МЖ Поэтому Снаряды Будет Ускорение Постоянное И равное Ж направлено Вниз Тректория Будет Парабола Кинематик Равноускоренного Движения Снаряда Отдельно Вот Ну а что касается Пушки На пушку Будет действовать М большое Ж И Вот это Вот Н Она Будет уже Малень Ну как бы Она уже будет Порядка Силы тяжести Да То есть Вот Н и МЖ Но они вертикальны Горизонтальных сил Не будет Поэтому То самое Ускорение Что было у пушки Пока было Взаимодействие Его больше не будет Все До свидания По горизонтали Никаких сил нет Нет Никакого ускорения У пушки Значит Пушка будет Двигаться Равномерно Прямолинейно И если Вот эта Скорость Пушки У нас От нуля Увеличилась И стала Равной У После выстрела То вот После выстрела Уже Пока снаряд Будет лететь Вот эта Скорость У Она уже Дальше Будет Постоянной То есть Пушка Будет Просто Двигаться Равномерно Прямолинейно Снаряд Будет С ускорением Ж Долететь По параболе А пушка Будет Двигаться Равномерно Прямолинейно Получается Кинематика Равномерного Движения Кинематика Равномерного Движения Отдельно Рассматриваем Снаряд Отдельно Пушку И все Получится Сначала Давайте Попробуем Понять Как у нас Будет Двигаться Непосредственно Наш Снаряд По параболе С ускорением Ж Мы Отметили Ускорение Здесь наше С которым Движение Происходит Начальную Скорость В нулевую С которой Бросили Угол Альфа Все Прекрасно Мы Причем Даже Здесь Знаем Уже Говорили Про проекцию Начальной Скорости На ось Х Это В нулевое Косинус Альфа И Мы с вами Даже Ее Получали Это 3у Это Было Указано Здесь И мы С вами Говорили Про проекцию Начальной Скорости На ось Y Это В нулевое Синус Альфа Зелененький Мы выделяли 4у Пусть Сразу Будут Эти Проекции Здесь Указаны Я уверен Они Нам Сейчас Как раз Прикодятся Что Касается Осе Координат Ну Ось Координат Мы берем Опять Те же Самые Ось Y У нас Вертикально Вверх А Ось Х У нас Горизонтально Вправо Что Нам Нужно Давайте Мы Сначала Попробуем Понять Сколько Времени Продолжался Полет И Насколько По горизонтали У нас Сместился Наш Этот Снаряд Вообще Перемещение Которое Совершит Снаряд Как Вектор Соединяющий Начало И Конец Движения Это Вот Это Вектор S И Такое Перемещение У нас Было За время Полета Т Совершено Вот Ну Как бы Можно Заметить Что Этот Вектор Перемещения Он У нас Горизонтален То То Этот Вектор Перемещения У нас Будет Перпендикулярен Оси Y Проекция Его На Ось Y Будет Равняться 0 Можно Это Отдельно Сразу Записать То Что S Y Это 0 Это Поможет Нам Найти Время Полет Ну А S Проекция На Ось X Это И Будет S Потому Что Вектор S Как Мы Видим Здесь Он У Нас Сонаправлен Вектор S С Координатной Осью X Они Сонаправлен Я думаю S Надо Искать И Время Полета Но Здесь Все Будет Основано На Базе Формулы Очень Известной Кинематики Равноскоренного Движения Формула Выглядит Вот Таким Образом Да Формула Бесконечной Скорости Вот И Давайте Поспользуемся Так Напишем Е В проекции На Ось Y S Y Проекция Перемещения На Ось Y Это Проекция Начальной Скорости На Ось Y Умножить На Время T Плюс Одна Вторая Проекция Ускорения На Ось Y На Время В Квадрате Ну И Давайте Это Будем С Написать Ну Это Мы Давайте С Вами И С С С С С С С С На Время В Квадрате Так Во Что Это Будет Тогда Превращаться Давайте Смотреть Получается 4 У Т Это Одна Вторая Ж Т Квадрат Вот На Одно Т Можно Сократить Ну И Другое Т Выразить Получается 8 У Делить На Ж 8 У Делить На Ж Это Если Я Не Ошибаюсь Что Там Было Через Какое Время После Выстрела Снаряд Упал На Пол Там В секундах Округлив До Десятых Да Ну Хорошо Вот Мы Фактически С Вами И Получили Это Соотношение У Причем У У Это 10 Метра В секунду Да Ж У Тоже 10 То Там На Сам Дель Посчитается Очень Неплохо Давайте Это Так 8 Умножить На 10 Метров В секунду И Разделить На Ускорение Ж 10 Метров На Секунду В Квадрате Ну 8 Секунд 8 Секунд Правильный Ответ Буквенная Формула Число Прекрасно Мы Ответили На Третий Вопрос Задач Давайте С Найдем Я думаю Это Будет Полезно В любом Случа Здесь Так Проекция Перемещения На Плюс 1 Вторая Проекция Ускорения На Ось Х На Пройденное Время В Квадрате С Уже Сказали Это С В 0 Х Мы С Писали Это 3 У Ну А Чему Равняется Ж Х Проекция Ускорения Ж На Ось Х Обратите Внимание Вектор Ж Направлен Вертикально Вниз А Ось Х У нас Здесь Она Горизонтальная Поэтому В проекции Конечно Будет 0 Плюс 0 Но Это Плюс 0 Можно Не Писать Так Что Все Итак 3 У Надо Умножить На 8 У Делить На Ж В результате Получается 24 У В квадрате Делить На Ж И Может Показаться Что Это И есть Исковое Расстояние Л Между Пушкой И Снарядом Но Увы Это Не Так Дело В том Что Сама Пушка Двигается И Вот За Это Время Тест Что Пока Снаряд Вот Так Будет Лететь Сама Пушка Вот Так Двигаться Еще Будет Понимаете То Если Пушку Вот Вначале Здесь Нарисовать Вот У Нее Скорость У Она Равномерно Прямолинейно Двигается И Она Сдвинется Она Сдвинется Какое же Расстояние Эта пушка Пройдет Если Просто По простому Вычислять Пушка Пройдет Расстояние У Т За время Т Ну А тогда Исковое Расстояние Л Вот Что Будет Между Снарядом И Пушкой Когда Снаряд Упадет Л Это будет Что Это будет С Плюс Как раз Ут То есть Исковое Расстояние Л Получается Это С Плюс Ут С Мы Посчитали Это 24 У В квадрате Делить На Ж На Ут Надо Высчитывать Т Подставить Как 8 У Делить На Ж 24 Плюс 8 Это 32 То есть 32 У В квадрате Делить На Ж Вот Правильное Соотношение Для Л 32 У Квадрат Делить На Ж Ответ На Четвертый Вопрос Ну и уже С ним Можно Провести Соответствующие Выкладки Посчитать У Это 10 Метров Секунду Там В квадрате Поделить На Ну Естественно Надо Писать Теперь Ответ И Предоставлять Ответ На Все Вопросы Их Было 4 Немало И задача Прям Насыщенная Физика Здесь Прям Все 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 И закон Изменения Импульса Закон Сохранения Импульса Закон Сложения Скоростей Проецирования Кинематика Равноускоренного Движения Внимательное Чтение Условия Тут Много Всего Итак Ответ На Первый Вопрос Задачи Воголевой Это 5 У 50 Метров Секунду Ответ На Второй Вопрос Задачи Там Косинус Альф Надо Было Написать 06 У нас Получалось Так На Третий Вопрос Задачи Время Посчитать 8 Секунд И Расстояние Л Это Четвертый Вопрос 320 Метров То Есть Вот Полный Ответ На Поставленную Задачу И Задачу Мы С Вами Решили Да То На самом деле Задача Прям Очень Классная И Конечно Требует Быть Может Дополнительной Какой-то Проработки Дабы Это Научиться Все повторять Чувствовать И Вот Использовать В подобных Задачах Конечно Здесь Вот Этот Разбор Очень Очень Кажется Полезным И пригодится Ну В принципе Мы Разбор Закончили Анализ Проведен Готово На этом Наш выпуск Подошел Концу Надеюсь Он Вам Понравился Обязательно Все Это Научитесь Повторять Ботайте Физику Верьте В себя Все Будет Отлично У меня Все Пока Пока